В Красноярском крае увеличивается число заболевших туберкулезом. За этот год такой диагноз поставили 1680 жителям региона. И это число пока только растет. Однако детей, заболевших туберкулезом, по сравнению с прошлым годом, стало меньше. Как говорят врачи, чтобы определить наличие заболевания, нужно просто сделать сфлюорографию. Причем направление на диагностику можно получить в поликлинике по месту жительства. Также в крае есть передвижные флюоромобили, которые приезжают и в отдаленные районы региона. 96% среди заболевших туберкулезом – это лица с туберкулезом органов дыхания. А туберкулез органов дыхания, основной путь заражения – это воздушно-капельный. И поэтому вероятность заражения, так сказать, одинакова у каждого человека. Если человек считает, что он не контактирует, или у него хорошие условия жизни, у него стабильный доход. Но тем не менее, воздушно-капельный человек может и не знать, что он болен, и заражать, списывая это на какие-то простудные заболевания.